На гонконгской станции метро Юэн Лонг сотни человек устроили протест против избиения людей, которое осталось безнаказанным. На этой же станции месяц назад более ста человек в белых футболках напали на протестующих и пассажиров. Они в основном били палками тех, кто был одет в чёрное. Этот цвет стал символом протеста против законопроекта об экстрадиции. Пострадали десятки человек, 45 попали в больницы с ранениями. «С 21 июля и до сегодняшнего дня ни одному злоумышленнику не предъявили обвинения. Наше собрание здесь позволит всем вспомнить о случившемся. Люди должны знать, что тот инцидент не исчерпан, поскольку ни одного человека не обвинили и не привлекли к ответственности. Чувство безопасности полностью исчезло во всём гонконгском обществе. И одна из причин того, что мы чувствуем неуверенность – действия полиции». Мирная сидячая забастовка к вечеру переросла в стычку с полицейскими. Протестующие поливали пол растительным маслом, чтобы остановить наступление силовиков. Некоторые распыляли пену из огнетушителей. Многие жители Гонконга поддерживают протестующих, но хотят, чтобы демонстрации были мирными. «Мы хотим знать правду, сотрудничают ли полиция и бандиты. Просто хотим выяснить это. Поэтому во время протеста люди и разгневались. Но всё было мирно, пока полиция не появилась. Вы видели, что это они создали проблемы на станции». «Люди отстаивают то, что считают важным. Но правда в том, что во время акции протеста некоторые бывают немного жёсткими. Поэтому я посоветовал бы им думать о том, что чувствуют простые люди, и попытаться немного успокоиться». Одновременно в Гонконге прошёл ещё один протест. У здания Генерального консульства в Великобритании собрались десятки людей, которые призвали британские власти помочь сотруднику консульства Саймону Чхену. 8 августа он уехал в командировку на материковой Китай и не вернулся. Позже МИД Китая заявил, что Чхена задержали в Шэньчжэне. Его намерены удерживать 15 суток за нарушение закона. Других подробностей не сообщается. Протест организовал друг Чхена. Он говорит, что тот даже не участвовал в протестах в Гонконге. «Думаю, для правительства Гонконга пришло время ответить на наши вопросы и защитить нашу безопасность». Протесты в Гонконге начались в конце марта. Гонконгцев возмутило то, что местные власти хотят принять закон об экстрадиции, который позволит выдавать подозреваемых в преступлениях Китаю. Они опасаются, что коммунистический режим будет преследовать неугодных ему людей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова